Слушай, снимаю каждый шаг, потому что девушки спрашивают, говорят, с чем вы там занимаетесь, что делаете. Но вот мы опять готовим. Слушай, такое впечатление, что ты приехала сюда, и мы только едим целыми днями. Но мы на самом деле едим. В общем, мамы сейчас... Но буду делать... Почему ты едешь моешь? А маленькие эти, чтобы оттуда... Мы сейчас будем делать селёдку под шубой по моему рецепту. У меня самый лучший рецепт селёдки под шубой. Это я вам точно говорю. Да, Исальгуш? Овощи все те же, но вместо селёдки я использую сёмгу. Вот, использую сёмгу, мелко её режу и укладываю на блюдо. Первый слой, конечно, идёт сёмга. Ну, в смысле рыба. У нас теперь по-другому идёт съёмка. Мама снимает, а я готовлю. Поскольку мы делаем селёдку только для себя, для меня и для мамы. Для мамы, для меня. Для нас двоих. То мы решили сделать красный лук. Можно, конечно, и белый. Но мы любим красный. Да, мы любим красный. Мы решили сделать красный. Режу очень мелко. Очень мелко режу. Селёдку я не промазываю майонезом, видите? Каждая бурж. Сёмга, вот она. Да-да-да, сёмга в смысле. Я её не промазываю, потому что промажу я её сразу на лук. Лук я режу немного, потому что я не люблю, когда много лука в селёдке. Вот мне кажется, вот этих двух достаточно. Да-да. И сюда распределю. Вот так вот. Сейчас я её распределю прямо уже на поверхности. Ещё одна особенность моей селёдки, это то, что майонеза не очень много. Видите, я так вот его нанесла, и сейчас ложечкой его размажу. Потому что я не люблю, когда майонеза, огромная куча майонеза, и получается он тогда такой, знаете, прям слишком майонезный. А так он получается очень нежный. Причём майонез я использую Риэл. Никакой не лайт, не лёгкий, никакой там не облегчённый. А вот именно такой натуральный, хороший майонез, но в малом количестве. Вот прям еле-еле. Видите, вот так вот делаю. Мы делаем её для себя. Да, Ольгуш, сегодня вечером мы её рубанём. Конечно. Причём сегодня вечером, у нас сегодня четверг, рыбный день. Вот. У нас сегодня будет рыбка. Мы будем, я буду делать в духовке рыбу. Нам с мамой будут делать сёмгу как раз, вот окольную, буду делать минтай. Нет, не минтай. Да, минтай. Минтай. Да. Вот. Всё. Селёдка, второй слой у меня лук. Затем идёт картошка. Смотрите, картошку я натираю. Ну, то есть, каждый слой я натираю на тёрке. Но когда я жила в Ульяновске, и моя любимая, вообще этот рецепт селёдочный, это от моей любимой мамы Тамары. И она мне просила, показала, вернее, что лучше не натирать на тёрке, а резать. Очень мелко резать. Вот там я это всё резала. Ну, а здесь... Ну, я почему-то думаю, что у меня и так вкусно. Очень вкусно. Да. И вот этот вот рецепт... Смотрите, селёдка, лук, картошка, свёкла, морковка и яйцо. Поэтому у меня получается она очень нежная, потому что яйцо я делю на две половинки. Я вам сейчас всё покажу. Ну, вот, натираю свёклу. У меня уходит на такую вот бодейку 4 маленьких свёклки. Ну, как бы они не маленькие, но такие. Ну, в общем, мне кажется, вот можно овощи по вкусу делать, да? Кому как нравится. Да, кому как нравится. Кому нравится больше свёклы, кому нравится больше картофеля, больше рыбы. Вот опять такую сеточку делаю небольшую. И не говорите мне, что это много майонеза. Это немного. Я видела гораздо больше. Я видела, просто уливают селёдку майонезом. И она такая жирная становится. Просто невероятная. Вообще, конечно, свёкла самый такой, как сказать, ну, не грязный продукт, а самый такой месивый такой, да, получается. Как бы, ну, от неё много красноты, да, влажности такой вот. Мне кажется, я даже переборщила с майонезом, поэтому, когда я сейчас потру морковку, возможно, я даже и не положу майонезу, а просто её сюда вот впитаю. И всё. Вот видишь, как у нас с тобой красиво получается. Ну вот, положила морковку, чуть-чуть добавила сверху майонезика, и вот её так, видите, разровняла. Получилась вот такая вот у меня вещь. Теперь самый главный трюк – это сверху яйца. Яйца я делю на белок и желток. Причём белок я натираю на крупной тёрке, а желток на мелкой. И получается очень красиво и нежно. Мне нравится, знаете, мне нравится, когда вот я готовлю, мне нравится, чтобы была красивая презентация. Когда красиво презентирована, да, то мне аппетит повышается сразу же. Поэтому меня больше привлекает светлый цвет селёдки под шубой, чем розовый вот этот вот от свёклы. Поэтому сейчас вот я… Ты поснимаешь, как я делаю, да? Вот. Вот очень удобно, когда мама рядом, да? Видите, она снимает, а я делаю. И заодно рассказываю. Вот, натираю я на крупной тёрке. Блюдо я вытираю, чтобы оно было красивое. Никаких там овощах, ни в чём. Вот, смотрите, я сделала яйцо, потёрла, и сейчас майонезик сюда выдавлю. Немножко. Тоже такую вот сделаю. Сеточку, да? Да, сеточку. Я люблю так рисовать. Я же художник. Ну да. Немножко добавила майонеза, потому что мне хочется замазать вот эти вот свекольные пятна, свекольные морковные пятна, потому что мне хочется, чтобы была светлая поверхность. Вообще, мне кажется, вот кулинария – это такой, ну, во-первых, это творческий процесс, да? И нужно его делать тоже с любовью. Делаешь с любовью. Ну, как и всё остальное, впрочем, да? В хорошем настроении. Если ты делаешь всё в хорошем настроении, с любовью, с удовольствием, то это, естественно, принесёт тебе удовольствие, правильно? Когда ты будешь это потреблять. Теперь я беру мелкую вот такую вот тёрку, вот это вот, видите, мелкие отверстия, и тру яйцо, вернее, желток поверх. Снимаешь, Ангуш? Угу. Ну, как удобно, когда мама снимает, да? Угу. Вот. И получается, видите, такая мелкая-мелкая красивая стружка. И я захожу на каждый уголок, вот, вот так, вот так, художественно, художественно делаю. Ну, вот я показываю, что у нас, что у нас получилось. Смотрите, вот эту жёлтую крошку яичную я разложила по всей поверхности. Но можно её типа трафаретом выложить, да? Можно какие-нибудь, допустим, цветы сделать, либо солнышко, либо какой-то смайлик можно, да? То есть на белой поверхности вот этой жёлтой стружкой можно что-то сделать, можно выложить. Допустим, если это Новый год, то можно, к примеру, ёлочку сделать, да? То есть я украшу петрушечкой, и моя селёдочка готова. Ну, она такая полненькая, да, получилась? Так, наш сад, наш сад. Сегодня так прохладно, да, Ангуш? Прям очень даже. Угу. Вот. Идём, идём в теплицу. За петрушкой, да. Идём в теплицу за петрушкой. Вот моё дерево цветёт и пахнет. Прелессно. Такая большая, большая такая шапка прям. Вот хочу вам показать свою камелию. Она уже набирает обороты. Смотрите, какие почечки. У меня тоже. Почечки прям такие, почечки крутые, да. Вот она скоро прям уже, прям даже красным цветом покрылась. Вот. Скоро-скоро. Так много цветов на ней будет, на этой камели, на этом дереве. Очень мне нравится. Всё, мы всё-таки идём в теплицу. Слушай, открывай дверь. Всё. Маленькая петрушечка. Финальный такой аккорд. Можно вот с этой стороны тоже ещё одну положить, да? Для равновесия. Для баланса. Давай маленькую такую, Альгуш. Да. Совсем малютку, да? Ну и хорошо. Вот. Для равновесия воткнули с этой стороны. Всё. Моя селёдка готова. Всем приятного аппетита. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Продолжение следует...